Здравствуйте, второклассник! Я рада приветствовать тебя в онлайн Миктеп. И сейчас у нас урок естествознания. Сегодня на уроке мы продолжим наш разговор о звуках и узнаем, как сделать звук громче. Итак, сегодня на уроке ты узнаешь, как меняется громкость звука, как изменить громкость звука различных музыкальных инструментов. Ну а для начала я предлагаю тебе поиграть и вспомнить все, что ты уже знаешь о звуках. На прошлом уроке мы узнали, что звуки бывают громкие и тихие. Предлагаю послушать тебе несколько звуков и определить, какой звук звучит громко, а какой тихо. Итак, послушаем первый звук. Правильно! Звук взлетающего самолета звучит громко. А теперь послушаем второй звук. проверим. Действительно, шум дождя и шум листьев – это тихий звук. Послушаем третий звук. звук комара. Писк комара. Тихий звук. Послушаем четвертый звук. Звуки стройки – это очень громкие звуки. Молодец! Ты прекрасно справился с заданием. Мы с тобой повторили, что звуки бывают громкие и тихие. Продолжим наш урок. Посмотри на рисунок. Что ты знаешь о музыкальных инструментах, которые изображены на нем? Какие это музыкальные инструменты? Конечно, ты узнал, что на картинке нарисованы дети, играющие на казахских национальных инструментах. На таких, как «домбра», «сосырнай», «добыл». Подумай, какой из этих инструментов играет тише, а какой громче? Давай послушаем их. Как звучит «домбра». А теперь посмотрим, как звучит удивительный инструмент «сосырнай». А как же звучит «добыл»? Да, музыкальные инструменты звучат по-разному, и их громкость можно менять. Иногда они будут звучать громче, иногда будут звучать тише. А как научиться это делать? Давай узнаем. Предлагаю тебе провести исследование и ответить на вопрос. Как изменяется громкость звуков у разных предметов? Для этого у нас есть план. Возьми пластиковую, деревянную, картонную палочки, стеклянную посуду, пластиковый контейнер и металлическую банку. Запиши в таблицу название предметов для эксперимента. Сделай прогноз, какой звук получится при кутаре. Проведи эксперимент, сравни полученные результаты со своим прогнозом и сделай вывод. Итак, давай проведем наш эксперимент. Ты видишь предметы, стеклянную кружку, пластиковый контейнер и металлическую банку. И три палочки, изготовленные из разных материалов. Проверим, как звучит стеклянная кружка. Теперь постучим по ней деревянной палочкой. А теперь бумажной. Итак, мы с тобой услышали, какие звуки возникают при ударе о стеклянную посуду пластиковой палочкой, деревянной и картонной. Теперь отметим наш результат наблюдения в таблице. Самый громкий звук получился, когда мы ударяли пластиковой палочкой. Отметим это тремя плюсами. Удар деревянной палочкой. Звук получился слабее, тише. Отметим двумя плюсами. А при ударе картонной палочкой получился очень тихий звук. Отметим это одним плюсом. Продолжим наш эксперимент. Проверим, как звучит пластиковый контейнер. Проверим сначала пластиковой палочкой. Деревянной. Бумажной. Ты заметил, что получается похожий результат? При ударе пластиковой палочкой контейнер звук самый громкий. Отмечаем тремя плюсами. При ударе деревянной палочкой звук немного тише. Отметим это двумя плюсами. А при ударе картонной палочкой получился самый тихий звук. Отметим это одним плюсом. Ну а теперь проверим, как звучит металлическая банка. И снова мы используем три разные палочки. Пластиковая. Деревянная. Бумажная. Итак, мы послушали, как звучит металлическая банка, когда по ней ударяют пластиковой палочкой, деревянной и картонной. Отметим результаты нашего наблюдения в таблице. Самый громкий звук при ударе пластиковой палочкой. Звук тише при ударе деревянной палочкой. Самый тихий звук при ударе картонной палочкой. Но если мы сравним все три предмета, то ты, наверное, отметишь, что самый громкий звук получался именно при ударе по металлическую банку. И я добавлю здесь по одному плюсику. Мы занесли результаты наших наблюдений в таблицу. Зафиксируем наш вывод. Громкость звука зависит от материала, из которого сделан предмет. Мы ответили на вопрос нашего исследования. А теперь ответим на второй вопрос. Можно ли изменить громкость звука, воздействуя на предмет, с разной силой? Будем действовать по такому плану. Возьмем детские музыкальные инструменты, например, колокольчик, барабан, губную гармошку или дудочку. Извлекем звуки из каждого инструмента, воздействуя на него с разной силой. Запишем результаты исследований и сделаем вывод. Итак, давай поэкспериментируем с детскими музыкальными инструментами. Итак, проведем наш эксперимент. Посмотри, какое разнообразие музыкальных инструментов я приготовила. Но выберем для эксперимента только три. Уберем лишние инструменты. Оставим колокольчик, губную гармошку и барабан. Попробуем проверить, что же будет, если мы будем воздействовать на эти инструменты по-разному. Начнем с колокольчика. Позвоним в него с не сильным воздействием. А теперь позвоним, воздействуя с большей силой. Завиксируем наше наблюдение в таблицу. Мы с тобой поэкспериментировали с колокольчиком и заметили, что при слабом воздействии извлекается слабый звук. А вот при сильном воздействии громкий звук. Продолжим наш эксперимент. Теперь проверим барабан. Попробуем воздействовать на барабан не сильно. А теперь постучим барабан сильнее. Зафиксируем то, что услышали. Итак, ты заметил, что если мы ударяем по барабану слабо, то звук получается тихий. Но если мы стучим по барабану сильно и часто, то звук получается громкий. Проверим, как звучит губная гармошка. Проведем наш эксперимент с губной гармошкой. Ты когда-нибудь видел, как на ней играют? Нужно поднести к губам и подуть в нее. Попробуем подуть, но не очень сильно. А теперь наберем в грудь побольше воздуха и подуем сильнее. Зафиксируем результаты наших наблюдений. Если мы дуем губную гармошку слабо, то и звук получается достаточно тихий. А если мы дуем губную гармошку сильно, то звук получается очень громкий. Мы зафиксировали результаты нашего эксперимента в таблицу и теперь можем сделать вывод. Вывод. Громкость звука зависит от силы воздействия на предмет. Музыканты, которые играют в оркестре, умеют управлять звуком своих музыкальных инструментов. Предлагаю тебе тоже научиться это делать и изготовить собственные музыкальные инструменты. Итак, давай попробуем сделать собственные музыкальные инструменты, которые будут звучать по-разному. Для этого тебе потребуются пустые пластиковые бутылки и различная крупа. Например, в одну бутылку я насыпала овсяные хлопья, а в другую – горох. Проверим, как же будут звучать такие музыкальные инструменты. Обрати внимание, вещество в бутылках разное, но уровень заполнения бутылок одинаковый. Послушаем, как будет звучать первая бутылка. А теперь вторая. Ты услышал разницу? Правда, здесь звук громче, чем здесь? Продолжим наш эксперимент. Возьмем третью бутылку. Теперь уберем бутылку с овсяными хлопьями и проведем эксперимент только бутылками, заполненными горохом. Ты видишь, что количество гороха в бутылках разное. Здесь горох засыпан наполовину, а здесь почти полностью. Проверим, какой звук будет издавать наш музыкальный инструмент, наполненный разным количеством гороха. Итак, послушаем первую бутылку. А теперь вторую. Видишь? У нас получилось регулировать громкость звука. Звуки, издаваемые горохом в полной бутылке, гораздо тише, чем звуки в бутылке, заполненной наполовину. Теперь ты знаешь, как сделать собственные музыкальные инструменты, которые будут звучать тихо или громко. Наш урок подходит к концу. Теперь ты знаешь, что громкость звука зависит от материала, из которого изготовлен предмет, и от силы воздействия на него. А еще теперь ты умеешь изменять громкость звука разных музыкальных инструментов. И на этом наш урок окончен. До новых встреч!